В Казахстане новые многоэтажки растут как грибы после дождя. Почти в каждой области строят по госпрограмме, долевому участию и за счет частных инвестиций. Так было и в Караганде, вот только люди прожили около трех лет, их дом рухнул. Зачастую жители почти каждого города примеряют ту или иную ситуацию, произошедшую в Казахстане, на себя. Но, честно сказать, вот такую примерять не хотелось бы. Многоэтажка, которую заселили в 2009 году, сложилась как карточный домик. Обошлось без жертв, но люди остались без квартиры, без имущества. Теперь это происшествие расследует прокуратура. Ответственных обещали наказать. По словам главы агентства Казахстана по делам строительства и ЖКХ Серика Нокина, должна быть персональная ответственность каждого застройщика. По сегодняшний день дома сдаются актами, которые подписывают до 28 человек, которые сами непосредственно не участвуют в строительстве. В строительстве участвует сам подрядчик, который строит и те, кто контролирует эту стройку. Это технический и авторский надзор. По техническому и авторскому надзору с этого года идет персональная аттестация. Каждый человек теперь будет аттестован. Проблема в том, что при строительстве данного дома неоднократно менялся застройщик, отметил Серик Нокин. Еще одна из возможных причин – застройщик не был заинтересован в качественном строительстве в долевом участии. Такого мнения придерживается заместитель главного государственного строительного инспектора по Кустанайской области. В нашем регионе дома строят только по государственной программе и за счет средств застройщика. Здесь уже мотивация видна, что застройщик будет стараться сделать строительно-монтажные работы качественные, чтобы реализовать все свои квартиры. Не только эти факторы, конечно, влияют на качество строительно-монтажных работ. Естественно, необходим надлежащий контроль постоянный. В Кустанайской области контроль с ноября 2011 года ведет новый департамент. Ведомство при Акиматах упразднили по указу президента. Сегодня регулярно инспектируют объекты 20 специалистов и три отдела Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования. Одни из условий для застройщиков – обеспечение прочности, устойчивости и надежности здания. В ближайшее время нами будут охвачены четыре дома, строящиеся по госпрограмме и пять домов, строящиеся за счет частных инвестиций. В случае выявления каких-то отклонений от проекта или нарушений, все участники строительства, в том числе и технический надзор, который остается в стороне, как правило, который непосредственно ежедневно должен вести контроль за подрядчиком, они все будут привлекаться к административной ответственности. Арифметика проста, объясняет Александр Йен. Надлежащий контроль есть, обрушение здания исключается. С начала года Департаментом архитектурно-строительного контроля за различные нарушения в сфере строительства было привлечено к административной ответственности 9 лиц. Минимальный штраф для нарушителей – 32 тысячи тенге.